В эпоху всевозможных кроссоверов только избранные марки сохраняют верность привычным легковым форматам. Например, Opel, представив новую Astro, сначала выпустил традиционный хэтчбэк, а сейчас обычный универсал. Впрочем, времена, чтобы демонстрировать кузовное разнообразие, нынче не те. Ни седана, ни трёхдверки не будет. А две пятидверные версии появились лишь потому, что такими вариантами располагает исходный Peugeot 308, из которого и сделана свежая Astro. Собственно, о новом спортс-турере. Растянув колёсную базу родственного хэтчбэка на неполные 6 см, Opel'евцы получили огромный 600-литровый багажник. Со сложенным задним сидением объём трюма превышает 1,5 кубометра. Кстати, трёхсекционная спинка заднего дивана и двухуровневый пол багажника – базовое оснащение, хотя электропривод пятой двери, что активируется движением ноги под задним бампером – платная опция. Из необычного, но приятного. В небольшой отсек, где хранятся аптечка первой помощи и шинный ремкомплект, можно залезть из салона, а значит, случись что, не придётся полностью выгружать содержимое багажника. Гамма силовых агрегатов от исходного хэтчбэка, который начнут выдавать клиентам лишь после наступления нового года. А версию спортс-турер публика увидит намного позже, только следующим летом. Вернётся ли модель на российский рынок – это вряд ли. В Европе текущая дизельная астроспорт-турер стоит минимум 32 тысячи евро. А значит, в России такая машина, пройдя через таможню, стоила бы почти 3 миллиона рублей. Понятно, что при таких ценах наши соотечественники выберут какой-нибудь кроссовер, а не сарай гольф-класса. Пускай и весьма просторный. Так что надеяться на возвращение астры, как минимум, наивно. Ещё одна новость, пришедшая из Европы. Toyota обновила старосветскую версию Corolla. Полноценного рестайлинга не случилось, пока лишь расширена гамма цветов, добавлены новые колёса, а главное – внедрено свежее поколение медиасистемы. Возле 8-дюймового тачскрина осталась только рукоятка регулировки громкости. Новый процессор работает быстрее прежнего, добавлен встроенный модем, улучшен голосовой помощник, а подключение Apple CarPlay стало беспроводным. В Европе доработанные Corolla уже доступны для заказа. И вот что важно – в Россию седаны Toyota Corolla также поставляются из Турции, а значит, часть обновок вскоре достанется и машинам для нашего рынка.